Связанные руки и закрытые лица. Так записывают интервью с только что взятыми в плен российскими солдатами в Украине. Мое обучение длилось три месяца, после чего мы стояли в частях, нас никуда не дергали. Поначалу все было так же, как они говорили. Ну, что-то, видимо, пошло не так. Давали задачи, выходили. Мы выходили сначала по населенным пунктам, вдали от боевых действий, по полям, не полям. Ну, последняя задача, вот, в самое пекло нас заслали всех. Вышли, пошли по задаче, увидел тоже, люди ходят, ну, подумал, наши, тоже выхожу к ним. После чего мне сказали, кто, с той, кто идет, ну, я отозвался, кто, позывной, какой номер части, то есть без оружия, без сего. Но после чего понял то, что вышел не туда, куда мне надо было, тоже снял броник и спокойно сам пошел. Все чаще солдаты оккупационной армии сдаются в украинский плен. Столкнувшись с реальностью боевых условий, многие из россиян отказываются принимать участие в штурмовых действиях на фронте. Воевал брат, расписывал, что здесь все так хорошо, красиво. Повелся, подписал. Как пересек ленту, узнаю то, что приехал раненым домой. Тяжелое ранение у него было. После чего попадали в часть. В части сказали то, что будете на границах, будете в частях, никаких боевых действий, ничего такого. Ну, в итоге попали все сюда. Как отмечают сами российские военные, одной из немаловажных причин для сдачи в плен является бесчеловечное отношение к ним их же командования. Вообще на полгода обещали не участвовать в боевых действиях. Типа выполнять функции строителя. В итоге у меня оказался контракт на год. Сейчас еще выясняется, что какое-то автопродление. Говорили очень сладкие, красивые слова. А по факту, по факту, все очень печально. Снабжения никакое. Украина строго соблюдает законы и обычаи ведения войны. При желании сдаться в плен, военнослужащие российской армии могут воспользоваться каналами связи фонда «Хочу жить», действующими круглосуточно и размещенными в свободном доступе. После того, что я вот увидел конкретно, что отправляют людей просто на смерть. Мне кажется, даже не для выполнения каких-то задач, это просто отправляют людей на смерть. Главное управление разведки Министерства обороны Украины открыло горячую линию еще в сентябре 2022 года. За три дня до объявления Путиным частичной мобилизации в России. И в то время, как Москва лишь намеревалась мобилизовать около 300 тысяч резервистов, горячая линия «Хочу жить» уже разрывалась от звонков. Этих троих солдат, как и других мобилизованных, в том числе бывших зэков и контрактников, просто отправили на верную смерть. А ведь часто такие вояки даже не понимают, зачем ведется эта война. По-моему, просто гражданам Российской Федерации не стоит подписывать эти контракты, не вестись на деньги. Я думаю, нам нужно просто отступить, либо какой-то бунт, не знаю. Если российская армия остановится, а потом покинет пределы международно признанных границ Украины, прекратится и эта война. А у солдат Российской Федерации появится шанс вернуться домой, к своим родным, живыми.